Старт года добровольцев России и гражданского согласия в Югре отмечали в Беларском на самом высоком уровне. На праздник приехали высокие гости. Это и представители югорского и витебского духовенства, общественники из Москвы, конечно же, лидеры и активисты местных добровольческих движений. Официальные мероприятия задали тон. За эти полгода в районе прошли более 200 мероприятий самой разной направленности. Многие из них стали уникальными для Югры. Так, именно на нашей территории было создано первое в регионе объединение «Союз православных женщин Белояре». Сегодня все больше людей вовлекаются в добровольческое движение, отметили на заседании Координационного совета. Одни становятся волонтерами просто по велению души. Среди них часто есть те, кто сам когда-то оказался в какой-либо сложной жизненной ситуации, и кто понимает ценность поддержки любого плана и может сам подсказать другому выход из подобной ситуации. Есть работоспособные и активные пенсионеры, многие из которых страдают от дефицита общения и имеют за спиной огромный трудовой старший опыт и готовы помочь с действием и советом. Другие приходят волонтерством, руководствуясь религиозным чувством, кто-то с более рациональной мотивацией. Молодые люди, например, находят в добровольчестве помимо морального удовлетворения, опыт общения с другими людьми, расширяют круг своих знакомых и так далее. На территории Беларьского района созданы все условия для поддержки добровольческого движения. Организационно-правовое и информационно-методическое. Актуализирован и реестр волонтерских объединений. При целях систематизации работы с добровольческими волонтерскими объединениями был актуализирован реестр волонтерских объединений, учреждений и организаций, осуществляющих волонтерскую добровольческую деятельность на территории Беларьского района. В нем насчитывается 23 объединения и 510 активистов движения. Но это именно те волонтеры активные. Но помимо них привлекается еще большее количество людей. Волонтерству есть место в медицине, спорте, образовании, культуре, социальных сферах и во многих других. По охвату это практически каждый житель Беларского района и не только. Мероприятия выходят за рамки муниципалитета. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Республикой Беларусь в рамках побратимских отношений. Во втором полугодии эта работа продолжится. Осенью, кстати, Белоярский будет вновь принимать гостей со всей многонациональной югры. Будем в городе Белоярский принимать окружной фестиваль землячеств. И здесь тоже будет очень много задач для волонтеров. То есть, безусловно, будут какие-то конкретные задачи, которые можно исключительно с привлечением добровольческого участия реализовать. На совете подвели итоги, проведенные за первое полугодие работы. Работа выполнена масштабно, отметили все присутствующие. Недаром наш опыт рекомендовали для тиражирования на всей территории Югры. Глава Беларского района, подводя итоги, отметил, что на нашей территории большое внимание уделяется поддержке добровольческого движения. Самое главное нам через волонтерское движение сохранить тот настрой людей, который был в 70-х годах, начало 80-х годах. И это самое главное передать, чтобы более старшее поколение передало младшему поколению. Вот задача волонтера. В Белоярске эксклюзивное муниципальное образование и задача волонтерству ставится сохранить тот позитивный настрой, позитивные тенденции в развитии территории. Для этого в том числе создан штаб по развитию добровольчества, который будет координировать работу волонтеров в Белоярском районе. Валентина Иванова, Петр Михайлов, Время новостей, Белоярский.